Для увеличения просто количества железа. Ну, яблоки же не такие, как вот такие яблоки едят. А здесь же молекулы просто отдельные, которые совершенно необходимы для биологической продукции. Джиммема Сильвестра совершенно потрясающее индийское растение. 2000 лет уже эти люди в Индии используют эту джиммему и переводится как разрушитель сахара. Вот он теперь есть в этом у нас, в этом норме. Потрясающее совершенно уникальное вещество. Выделена гиммемовая кислота, которая снижает всасываемость сахара из кишечника. Вы поели сладкий чай, поели мед. У вас произошло... Вы съели булочку. Вот для того, чтобы не увеличился сахар от углеводов, которые вы получаете, джиммема препятствуют всасыванию из кишечника в кровь сахара. Представляете, при чем? Действует только при болезни сахарный диабет. А у здоровых людей одна не изменяет сахар ни в какой степени. Так что удивительное растение, индийская парашка, также регулирует углеводные обмена, регулирует выработку инсулина и усвоение углеводов за их гортки. Очень рада, что осталась здесь горциния. И не просто горциния. Горциния, ясно, что она понижает сахар. Но самое главное, что в горцинии есть хром. А хром является регулятором углеводного обмена. Он регулирует количество инсулина и количество сахара в крови. И регулирует взаимодействие, усиливает активность инсулина и перевод в глюкозу в клетку. То есть повышает энергию, естественно, в клетке, потребление в глюкозе. Так вот, этого хрома у нас в 100% в продуктах нет. А в организме он не вырабатывается. Так вот, сахарный диабет второго типа зачастую бывает от того, что мы не получаем многих продуктов, в том числе и хрома. Есть, продается в аптеках продукт хрома, кто страдает сахарным диабетом. Для того, чтобы как-то, так сказать, улучшить углеводный обмен, я уже сказала, что это отношение к инсулину и козлу клетка. Вот для того, чтобы организовать отношение всех этих компонентов, то есть углеводный обмен, нужно использовать хлоп. Турамин называется. Чистый хлоп и очень дешево стоит, что-то рублей 180, что-то это. Турамин. Турамин. Турамин есть в разных вариантах металлов. Турамин йод, турамин, что-то там еще. Меня интересует, в частности, турамин хлоп для диабетиков. И очень помогает нормализовать углеводный обмен. Понятно? Ну, кроме того, кстати сказать, вот эта корциния, которая есть у нас тут в норме, она снижает аппетит, соответственно, понижает вес, увеличивает потребление жира, потребление жира, хлопастов жира, гликогена. И, для бог сладкому, снимает. Поэтому абсолютно уникальный препарат этот. И в нем гарциния. Гарциния есть. То есть это не препарат, а компонент. Гарциния. А фамилия, это фамилия епископа, врача Гарциния, в конце концерта. Вот дальше, принимать норм. Принимать норм. Значит, под контролем, конечно, сахарокровки. Вы же не будете бесконечно, там, по 2-3 раза принимать этот нот. Но, во-первых, вы, если у вас есть сахарный диабет, вы принимаете сахароснеграющий препарат. До нормального состояния крови. Правильно? Поэтому вы просто добавляете норм одну в начале дрожжа в день. Посмотрите, насколько у вас соединяются эти взаимоотношения с таблетками. Можно потом, если достаточно снижает препарат, но натуральный, то можно уменьшить дозировку лекарства, а повысить дрожжи норм. Тогда 2 раза можно сделать. Понятно? И можно дойти до такого состояния, что вы вообще уберете сахароснеграющие препараты, останется на одном ноте. Конечно, это тоже дорогое удовольствие. Но оно, по-моему, не дешевое. Недешевое средство. Но, тем не менее, это натуральное. И может прийти к тому, что он вообще придет в нормальное состояние, этот сахар. В какое-то время. Но все под контролем обязательно сахароплодия. Так. И обязательно, обязательно, вот дрожжи норм принимаются с релаксом. То есть с этим самым успокаивающим нервную систему средством. Потому что релакс связывает гормон, который и мотивирует инсулин. Ясно, да? Если вы кому-то рекомендуете норм, и у кого-то сахароснеграющий, обязательно давайте тут же релакс и рекомендуйте хром еще дополнительно. Торамин. Он там как одно дрожжи в день принимается. И в курсе лечения в месяц. Как бы то ни было, релакс – это антистрессовый препарат. Антистрессовый препарат. Вообще страдают все органы и системы при стрессе. Нас, как говорят, лучше маленький стресс каждый день, чем один большой раз в неделю. Да, это вообще можно сойти с ума в стрессовых ситуациях. Страдают все органы. Психическое, ненормальное, двигательное воздействие. Вообще реакция ненормальная, напустите совершенно. И появились новые заболевания, которые уже в больничном месте определяются. Синдром менеджера у ответственных работников. Синдром эмоционального выгорания много работающих. Синдром хронической усталости. Это уже все может быть в больничном месте. То есть они занесены в международную классификацию болезни. Вообще любая болезнь для человека – это стресс. На меня смотрим, любая болезнь для человека – это стресс. Особенно рад. Особенно рад. Правильно? Ну попробуй, скажи, там, кому-нибудь это слово. Это же можно вообще сглопнуть. Но тем не менее, вот, усталость, сомливость, бялость. Это вполне нормально вообще после физического переутомления, напряжения. Но подобная картина, я бы сказала, что добавляю, она встречается и при депрессии, и при инфекциях, и при снижении функций щитовидной железы, и при инфекционных заболеваниях, и при паразитарной патологии, и при аномии, и при низком давлении. То есть здесь вообще забудешь, что во всей этой патологии, чтобы поставить синдром Майнерсберг. Нужно очень много знать, убрать все эти причины, остановиться на том, что это, скажем, на депрессиях. Хотя вы поставьте более близкое состояние. Если человек находится в депрессии, и неадекватное какое-то состояние, человек сам отмечает, что с ним что-то не то происходит. Вот тогда ставится, но во всех этих случаях, во всех этих случаях, вот что я перечислила, всегда имеется дефицит витамина, дефицит минералов, особенно магния, дефицит белков. Представляете, мы уже говорили с вами, что одной из причин заболевания является дефицит того или иного компонента в этой общей цепи биологических реакций. И отмечается дефицит кислорода клеточного, и, естественно, нарушается гормональная и иммунная система. В состав дрожжей, релак, добавлено ромашка, эллиокеропоп, валлияна, миндаль, бедровый орех, пасифор и ретанья. Все они нам хорошо известны. Вот в книжке у меня описано, ашваганда – это одно и то же, что видание. Ретанья и ашваганда – одно и то же, не говорить ничего не будем. В книжке все написано. Дальше. Пасифлора – это растение из стран Латинской Америки. Цветы необычайной красоты. Я их не видела. Ну, что-то там вот имеется такой вот, называется еще страстоцвет. Вот эти вот травы, вот эти травы, митания и пасифлора, они очень похожи по своему действию. Оказывают просто седативное действие, успокаивающее. Нормализуют процессы возбуждения и торможения в организме. Они должны быть в его навешенном состоянии. Они все время в таком вешенном состоянии. Значит, аккумулированные дрожжи – релакс. Мы говорим сейчас о релаксе. И я хотела бы, чтобы вы даже обратили особое внимание. Они показаны. Пишите. При нервном и физическом периодом времени. Понятно, нужен релакс. При пониженном иммунитете. Как афродизиак. Ну, не в 70 лет. Хотя релакс можно. Как афродизиак вообще и в 70 лет тоже можно. Ой, как релакс можно и в 70 лет. Но он, тем не менее, врубшает демональную активность. Значит, для нормализации состояния после заболеваний, после травм, после операции. Для улучшения состояния в процессе реабилитации. Для большего выхода, быстрее и скорее закончилась свою болезнь. Улучшать состояние пожилых. Для замедления старости. Детям, отстающим в развитии, тоже релакс нужен. При многих болезнях, в том числе при раке. Для увеличения мышечной силы. Для увеличения работоспособности. После родов назначают релакс. Для нормализации тоже нервной системы. И термонального фона. И даже релакс обязательно назначается вместе с новым. С новым. При диабете. Это мы уже с вами уяснили. Что они неразличны. Релакс и нерв. Вообще, удивительное дело происходит при стрессовых ситуациях. Это очень опасное состояние стресса. И абсолютно бывает неадекватное. И прямо необъяснимое. Я дежурила в 2009 году. У нас была как война. День победы. Ну, раненых везут вообще пачками. Представляете, у нас травматолог, который за столом сидит. Ну, и принимает. Записывает больницу. Орктировка занимается. И больник принимает. Значит, данные какие-то уже нужны. А вокруг них бегает такой же, с побитой физиономией. Конечно, пьяненький мужик. Ну, и на доктора сидишь. Ничего не делаешь. И кроет его маты. Я весь из ромними. А тут голоса. Пудов, травматолог. Два метра ростом. Мама так встает с этого стула. И вот Абка отдаст. И он через весь тамбур прямо вылетел на улицу. Заходит под ничем нему. Ты знаете, ручки слой живут. Ну, все нормально. Мы его спрашиваем. Что случилось? Почему вы, это самое, он говорит, я даже не помню. Как это было? Вот вы понимаете, как меняется, вращается, действительность. Но измотан совершенно. Мы еще мыли руки в спирте, потому что воду включили. И все, в сутки мыли руки в спирте. Это надышаться этой пакости. Я ехала домой утром, соответственно, легла. У меня так люстра качается. Думаю, боже, как я заболела. Меня лежа качает. На следующий день прихожу. На следующий день прихожу. Ребят, думаю, работаем прямо на износ. Какие-то идиоты. И я говорю, меня лежа качает. Скажут, а сколько это было-то? Часово, да? Говорит, за мельтесенью же было. Представляете, боже, что все на меня валится. Я думаю, как я заболела. Не заболела. Как бы это ни было, добралась до дома и жива осталась. Вообще, на фоне депрессии, человек абсолютно становится неадекватным. Я бывала психологом, просто так, без интереса. Например, что она там чает, чем она их там лечит. Ну, да. Ну, это у них есть, там сидели свои приемы, свои какие-то результаты. Ну, ну, пошла посидеть, посидеть. Сидит группа. Одна льдает, да, взрыц. Она, доктор ее вызывает, говорит, проходите, мы с вами поговорим. Ну, вот, успокойтесь и повторяйте за мной, что я буду говорить. Она, значит, спокойно повторяет, а доктор говорит, повторяйте, я бедная Лиза, у меня ни Верха, ни Лиза, и вообще, я не Лиза, а Клава. Вы представляете, она это все на полном серьезе повторяет. Эти уже, которые вырубились и начинают хохотать, просто в голос, и она вдруг начинает понимать, что она несет. Какая бедная Лиза, это не Верха, ни Лиза. Удивительное дело, но тем не менее, вот так вот, ну, понимаете, до чего может довести депрессия. Я не вижу, что у меня вообще дом шатается, а это вообще изображает из себя такую пострадавшую больную, что просто не понимает вообще, что говорить. Но самое удивительное, когда вообще сам настоящий, нормальный, адекватный человек, и вдруг при стрессовых ситуациях становится абсолютно неадекватным. У нас, значит, влетает в отделение начальник госпиталя, он тоже хирург, и начинает рассказывать, как в кабинет влетела разверенная женщина, давая его, значит, там, обзывать по недорезанию фашиста, и гестапорист, и, в общем, она насырила ему там кучу всяких неприятностей. Короче говоря, значит, он не нашел ничего лучшего, как прибежать к новому отделению и жаловаться. Ну, вернославие, да все в порядке. Почему такая реакция на больного человека? Ну, она правда ее там, кто обидел? И мы действительно, понимаем, он говорит, вы знаете, не помню, не понимаю, но гестапорист с меня так будет. И с тех пор у нас, как идти к начальнику, так пошел, как говорится, в гестапорист. О, господи, так, ну ладно, я там много могу говорить. Что у нас там дальше-то? Релакс. А дальше... А релакс как принимать? Ну, хорошо, тогда мы вернемся к релаксу. Релакс. Релакс принимают так. Релакс принимают так. Релакс можно принимать всем. И детям, и взрослым. Но если нет каких-то отклонений от поведения, нормальных отношений, взрослым отношениям, можно принимать по одному наружу 10 дней. Затем сделать перерыв. А если есть уже какие-то отклонения, вот я говорила в 100%, все школьники имеют психо-национальное отклонение, неуравновешенность и депрессия и так далее. Значит, в этом случае уже по одному драже, как минимум, два раза давать. Утром и вечером. Вы все поняли, что я сказала? Значит, для профилактики по одному 10 дней с перерывами, там месяц-два. А 10 дней, да, в час? Нет. Скорее всего, с утра. Скорее всего, с утра. Потому что там повышается немножко работоспособность, адаптогены присутствуют. То есть, несколько, так сказать, активации происходят от других веществ. Поэтому лучше с утра. Без увеличения дозы. Понятно? Без увеличения. Одно драже, так одно драже. Два раза. Утром и вечером. Дальше. Стоп. Это аккумулированные драже обезболивающего характера. И абсолютно своевременно они появились. Потому что каждый, кто приходит к доктору, первая просьба «Доктор, забудьте меня от боли». Лекарства много. Все химия и химия. Все эти вопросы, которые люди, конечно, не всегда не принимают. Потому что нам, тем должен снять боль. Потому что к боли привыкнуть невозможно. Боль извращает действительность. И болит всегда. И при инфарте, и при стенокардии, и при пневмонии, и при ангите, и при переломе, при воспалении. Болит при высоком давлении, при низком давлении головная боль. Я видела больного мужчину, который рыдал от боли при воспалении тройничного нерва. Который иннервирует половину лица и шею, и в лопатку уходит. Вот такими горькими слезами плакал. Мужик, представляете? Потому что действительно боль невыносимая. А зубная, глазная, ушная. Это боль непереносимая. Боль при всех вот этих вот заболеваниях, суставах, и патологии суставов, и костей. И боль при раке. При раке вообще боль снимается только наркотиками и снотворными. То есть проблема очень сложная. Правда? Не очень своевременность появились эти наши аккумулированные дрожжи, стоп, которые точно работают. Точно работают. То есть они снижают несколько, несколько снижают боль. Вот что тут входит в это же. Значит, дрожжи и стоп. Это тоже натуральные витаминно-растительные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. И входит витамия, о которой мы уже говорили, как антистрессовая витамия. Сюда же входит куркума, куркумин из куркумы, солодка. Вот витамия, она в большей степени как антистрессовое средство вот в этом стопе для обезболивания. То есть немножко успокаивает нервную систему, снимает такую реакцию на боль. Из куркумы выделен куркумин, который конкретно обезболивает, конкретно обезболивающий препарат, куркумин. Вот, кстати сказать, наложенная на ожоговую поверхность, из куркумы порошок продается, который на ожоговую поверхность мгновенно обезболивает ожог. Вы представляете, какое действие этой куркумы? Настоящий обезболивающий препарат, куркумин. Вот, в этом стопе. А вот этот препарат «Солодка», в нем вообще 30 биофалоноидов с многокомпонентным действием, который считается универсальным растением лечебным, «Солодка». И многие, наверное, с детства принимали, заваривали бабушки, дедушки, детей, взрослых всех. Потому что абсолютно уникальное многокомпонентное растение, оно снимает спазм в плане использования. Снимает спазм, уменьшает боли, даже при инфаркте, неокарда. Ну и оказывает противоиспалительный эффект, уменьшает температуру, уменьшает красноту, ускоряет заживление ран. И применяется довольно широко, вообще, в народной области. Мы с вами не народные, а не цель. Мы с вами уже так высоко, это знак и технология, чтобы извлечь себя, так сказать, и оближать в городах. У нас совсем другой продукт. Ну а сюда вот входят, в этот обезболивающий стоп, еще имбирь. А имбирь – это натуральный антибиотик. Натуральный антибиотик, прежде всего. И в нем обнаружены 10 биофолоноидов. Обнаружено 6 обезболивающих и 6 спазмонитиков. Вы представляете, что такое имбирь? Не зря же рекомендуют заваривать и пить вообще имбирь, мечаи, мирные настои, воду. Но хотя бы такой периодический шелфы, естественно, действует как обезболивающий, привая, действует и улучшает иммунную систему. Но главное то, что он обладает вот такими спазмонитическими обезболивающими, конкретными свойствами. Особенно незнакомое – Гарпагофитум. Это новое средство. Совсем недавно французы. Гарпагофитум. Он есть в каталоге. В книжке его нет. Потому что его добавили совсем недавно в этот препарат стоп. И совсем недавно французы выделили ключевое вещество – Гарпагофитум. Гарпагофитум, который обладает сильнейшим обезболивающим действием. Даже в печеночной полике, припочечной полике и особенно в другие космосуставные системы. То есть вот препарат стоп, имея вот такие, так сказать, компоненты, конечно, активно оказывает обезболивающее действие. А вот эти составляющие – перец, вишня, малина – используют в Гараже как витаминно-минеральный комплекс. Витаминно-минеральный. А здесь остальные вот с ключевыми такими обезболивающими компонентами. Вообще сильная боль опасна. Сильная боль опасна тем, что вызывает шок. Так, на меня смотрим. На меня смотрим. Значит, сильная боль опасна. Потому что она может вызвать шок. И я говорила, что шок – это переводится как удар химического. И удар по сердцу. При очень сильной боли может наступить остановка сердца при полном сознании человек умеряем. От боли. Представляете? Поэтому, конечно, в учебнике детских болезней есть очень хорошее выражение. Врач всегда должен испытывать вину перед болью пациента. Вину. Это, наверное, не только врач. И все, каждый человек должен испытывать какую-то вину, потому что ему так больно. Но самое главное – нужно понимать, что человеку обязательно требуется помощь. Не должен человек испытывать боль. Потому что это опасная ситуация. Опасная ситуация, которая может привести к шоку. Ну и, конечно, это боль непрерывно связанная и с оздоровлением суставов и позвоночника. Для этого у нас с вами есть абсолютно уникальный продукт. Абсолютно уникальный продукт. Боли в суставе. Боли в суставах и позвоночнике без причины не бывают. Либо там идет разрушение, либо там присоединилось воспаление, либо там живут паразиты, либо специфическое воспаление, туберкулез, либо сопровождает гепатит вирусный, подавра и так далее. То есть без причины не бывает, что сустав болел или позвоночник не болел. Надо все равно искать, что там такое случилось. Все дело в том, что, скажем, в суставе, внутри сустава, хрящи разрушаются. И косточки, покрытые хрящом, разрушаются. И хрящи, и кости. Потому что там нет кровоснабжения. Хрящи не кровоснабжаются. И вся жидкость, и все питательные вещества поступают только из сосудов, которые вокруг сустава. В суставной сумке. В чем мы с вами делаем массажи, всякие разные вот эти вот. И мы не вмешиваемся в сам сустав, а вот именно улучшение состояния связок, мышц вокруг сустава, движения. Потому что туго-подвижность приводит к тому, что там застаивается. Туго кислотная, кислотность увеличивается. Кислая становится суставная жидкость, и там попадают рисовые зерна. А тут, по-моему, и на маковое зерно-то не наступишь, правда? Если оно есть. А тут рисовые зерна образуются в суставе. То есть, ну обязательно должна быть какая-то причина, короче говоря. А слайд, то в то же время, является абсолютно уникальным средством при потовой и космосуставной системе. Пациент должен обследоваться и узнать причину. Но есть разница в лечении туберкулеза, скажем, паразит? Правда? Или гепатит? Конечно, есть. Так вот, это уже личное дело, так сказать, пациента. Вы должны ему сказать, что нужно все-таки обследоваться. Но у нас есть уникальное средство, которое показано при любой патологии космосуставной системы. Слайд, он помогает при любом заболевании суставов. Вот такое вот уникальное средство. И входят-то у него тоже известные растения. Солоска, имбирь, куркумин. Представляете? Гармагофитум, о котором только что говорили, который в словах растоповается. Ну и там другие, которые оставляют минеральный комплекс. И в конечном итоге выделены специальные ключевые, так сказать, вещества лечебного характера, которые оказывают при патологии космосуставной системы обезболивающее действие, противооспалительное действие, стимулируют выработку жидкости, стимулируют образование вещей, костной структуры. Особенно там присутствует сера, кремний, сера, кремний, ну и кальций, соответственно. И кальций. Поэтому, ну абсолютно уникальный препарат. Этот самый слайд. Но все дело в том, что слайд увеличивает выработку коллагена. И коллагена, и эластина не только вот в суставной сумке, в связочном аппарате около суставной сумки, но и воздействует на связки, на соединительную ткань и других органов. То есть у нас есть связки везде. И в руках, и в ногах, и в сердце, и в бронхах, и в кишечнике. Правильно? Везде есть соединительная ткань. Вот там, где это требуется, слайд помогает. Он помогает даже, восстанавливает клапаны, клапаны сердца. Удивительная, удивительная совершенно препарат. Его очень любят у нас, и даже за границей. Насколько я понимаю. И даже за границей. Его очень любят и ценят. Вот этот препарат слайд. Поэтому его нужно иметь. Он и как обезболивающий препарат идет. Особенно в тандеме со стоп. Да? Два препарата этих. Но обязательно у вас, когда человек должен подняться, хотя бы встать, подкислить, а не лежать или ходить на костылях. Но даже с костылями все равно он должен как-то двигаться и ходить. Так вот, слайд и штоп оказывают, что он безусловно. Вообще слайд оздоравливает весь организм. Потому что сосуды и мышцы есть везде. Поэтому нужно наблюдать за своим состоянием. Можно получить совершенно неожиданные положительные результаты. Что что-то было такое, что и изменилось. Рекомендуется курсовые приемы. Курсовые приемы слайда по 3-6 месяцев. Но вы знаете, что растительные препараты действуют медленно. Да и вырастить хрящ не так маловременно. Правда? От таблеток тоже не происходит. Так вот, слайд применяется в течение 3-6 месяцев. А иногда и год до положительного результата. Он с первого приема уже начинает положительно оказывать действие. Но в качестве лечебного нужно продлить определенный курс. 3-6 или даже год. По одному отражает 2-3 раза. Но я не знаю, надо ли принимать профилактическую целью этот препарат. Трудно сказать. Нет? 3 раза. Ну, это тоже. 2-3 раза. 2-3 раза. Вот, к сожалению. Профилактическую целью. Да. Но учитывая, как вы устали все, я тоже. Нет, не желаю. Как долго? Отдеть двойник. Там. Отделать Sure. Чpound. Как его переодеть. Потому что без кcases не отличается. Сейчас. Начните. Кanden Lime. Курсы. Курсы. Очень длительные. По 2-3 раза. По 2-3 раза. По 1 раза, по 2-3 раза. Днем. Днем. Почему днем? Менее, чем через три часа. Тише. Менее, чем через три часа. Через три часа уже все выводится. Принимайте. Два раза. Значит, ну, как вы принесли, а мы, кто знает, это вообще наш. Давайте перерыв делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Днем. Продолжение следует...